В этом году по результатам прокурорских проверок в городе выявлено 34 нарушения коррупционного характера. К ответственности привлекли ряд должностных лиц. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проверили городские организации через Росфинмониторинг. Мы получили порядка 30 юридических лиц, деятельность которых на территории города Саров предполагает с собой эффективность финансовых операций. В отношении большинства предприятий уже в настоящее время проводятся у нас проверки. По результатам этих проверок уже заведено два уголовных дела по статье «Незаконное создание юридического лица». Предприимчивые граждане оформляют документы на подставного человека и тем самым пытаются уйти от уплаты налогов. Такие действия попадают еще под одну статью Уголовного кодекса, которая грозит нарушителю реальным сроком лишения свободы. Когда то юридическое лицо, которое было фиктивно зарегистрировано, оформлено, после этого составляется определенный набор фиктивных документов для перечисления денежных средств. Это счета фактуры, товары накладные изготавливаются. Вот за эту деятельность также данным видом статьи предусмотрена уголовная ответственность. Большое внимание полицейские стали уделять борьбе с контрафактной продукцией. Ряд индивидуальных предпринимателей в своей работе прибегают к незаконному использованию чужого товарного знака. Проще говоря, торгуют подделками известных брендов. Законом за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. «Есть у нас ряд здесь магазинов, в том числе находящихся в торговых центрах, где осуществляется определенный вид торговли с товарами, наверное, можно сказать, сомнительного качества. Данными предпринимателями выводы определённые сделаны, да, они, по крайней мере, этот товар этих производителей убрали». За круглым столом в Центре поддержки предпринимательства обсудили и вопрос контроля за самозанятыми гражданами. Те, кто сегодня занимаются предоставлением косметологических или иных услуг на дому без оформления ИП или юрлица, создают большую конкуренцию официальному бизнесу. «Есть ответственность как административная за данный вид незаконной предпринимательской деятельности, так и уголовная. Но вот когда поднимут, я так понимаю, размер штрафов за данный вид деятельности, я думаю, что уже определённое количество людей подумает, стоит ли им заниматься этой деятельностью». Все вопросы, рассмотренные на встрече представители прокуратуры и полиции, приняли к сведению. В отдельных случаях ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.